С 1 октября стартовала осенне призывная кампания. Продлится она до 31 декабря. Стоит напомнить о том, что при получении повестки гражданин обязан явиться к назначенному сроку в военный комиссариат. Начался очередной призыв. Призывная кампания осенне начинается с 1 октября по 31 декабря. Призывная комиссия заседает плановые сроки. Ребята проходят медицинское свидетельство. Самая главная задача медицинской комиссии – это выявить те или иные заболевания, которые у них есть у ребят, и определить состояние здоровья. А призывная комиссия вынесет соответствующие решения по каждому мальчику. Органировочно планируется призываться в осенний призыв порядка 150 человек. Тенденция идет, конечно, по состоянию здоровья на улучшение. Но все равно есть проблемы по состоянию здоровья. Это первые костно-мышечные заболевания, органы пищеварения, психиатрические заболевания, болезни глаз, нервные системы, ну и другие различные заболевания. В первую очередь на призывную комиссию вызываются те, кто потерял право на отсрочку. К ним относятся молодые люди, закончившие учебу в образовательных учреждениях, и которым ранее предоставлялась отсрочка по состоянию здоровья. Товарищ поседатель призывной комиссии, призывник Набир Фальберт Ирнатович на заседание призывной комиссии прибыл. Не все призывники попадут в подразделения российской армии. Некоторым доведется служить в частях внутренних войск МВД Российской Федерации, значительную часть которых по-прежнему составляют солдаты срочной службы. А вот в МЧС России в этом году срочники не поступят. С 2015 года ведомство комплектуется исключительно контрактниками. Я давно занимаюсь спортом и хочу попасть в армию. Я много тренировался, и я думаю, что я готов к армии. И поэтому я хочу отдать долг родине. И поэтому я думаю, что все будет хорошо. Призывники, имеющие высшее образование, смогут сделать выбор. Либо отслужить положенный по закону год рядовым солдатам срочной службы, либо заключить контракт на два года со всеми сопутствующими такому решению привилегиями кадрового военного. На призывном пункте каждый военнослужащий получит банковскую карточку и персональную электронную карту, на которой будет храниться личная информация. Александр Новмов, Владимир Кузьмин. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok